Друзья, мы присутствуем в дупописи Финаму Кутузовский. Правильно я говорю? Совершенно верно. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Пожалуйста, представьте, какая у вас должность. Меня зовут Сергей Старшинин, я руководитель офиса Кутузовский инвестхолдинга Финам. Отлично. И к тому же вы ценный человек, потому что вы сами инвестируете в акции. Да, я инвестирую с 2008 года. Пришел в это светлое время для нашего рынка и успел и познать радость быстрого заработка, и увидеть, как рынки могут быть иррациональны. Меня интересует успешный инвестор. Вы вообще успешный? Глобально – да. Я веду учет инвестиций. Да, я в плюсе. Ну давайте, расскажите немножко про ваш вью на текущую ситуацию. Сейчас говорят, что рынок стал оживать, он был скучный, сейчас что-то стало веселее. Я, наверное, отношусь к тем осторожным оптимистам, которых очень мало на рынке. Поясню. К сожалению, сейчас основная проблема рынка, которую вижу – это отсутствие денег. Обороты упали, биржа нам это все в своей статистике показывает. День, когда объем торгов больше 40 миллиардов, как вчера воспринимается, как, черт возьми, здорово торганули. А по сути, это же оборот какой-нибудь субботнего дня 2010 года, когда были рабочие субботы. Денег мало, соответственно, рынок фронтально перестал двигаться. То есть, если посмотреть по индексу МВБ, этого года на месте, но внутри разные истории работают. То есть, Сбера растет, Газпром падает, а в результате получаем бабочку, которая показывает индекс на месте. Денег мало, соответственно, выстреливают только конкретные истории. То есть, в этом плане, да, рынок немножко стал умнее. То есть, что у нас росло в том году, что растет в этом? Те компании, у которых все в порядке с бизнесом. То есть, идет квартальный рост основных показателей бизнеса. И все в порядке с качеством управления. Ну, Сбербанк, Магнит, МТС. То есть, те компании, которые частные, кроме Сбера, но в Сберии за счет Германа Грефа, вот этот фактор государства нивелируется. То есть, достаточно эффективно управляет банком. И, не знаю, на той неделе в «Ведомостях» все читали это замечательное интервью с ним, где он просто расписался в любви к акционерам. Чего ни один из, скажем так, госменеджеров не делает ни в «Газпроме», ни в АТБ, ни где-либо еще. А те компании, в которых есть некие риски, связанные с корпоративным управлением, с падающим бизнесом, они не растут. Они остаются дешевыми, имею в виду «Газпром», но не растут. Спасибо, что мне все это рассказали. В какой яме мы оказались? Ну, нет, нисколько ямы. Ямы, может быть, если мы отсюда не удержимся, по МВБ, проценты еще так на 3-5 упадем. Давайте расскажите про Ваш взгляд и какие у Вас акции в портфеле. Сейчас у меня в портфеле небольшая доля металлургов дешевых. В основном магнитогорский комбинат, немножко свежестали. И после СПО «ВТБ» у меня появился в портфеле «ВТБ». Отношусь к тем… А есть резервы по инвестированию, как бы, рублей? В смысле? Ну, в случае, если потребуется докупить. Деньги есть или все полностью заполнено? Нет, деньги есть 30% еще свободные. Ну, плюс еще полное плечо свободное. Да, я могу использовать до первого плеча в своих даже среднесрочных инвестициях. Ну, могу по каждой компании. Ну, то есть Вы купили в надежде обогатиться? Да, безусловно. Жадность и страх во мне сейчас играет жадность. То есть Вы думаете, что есть шанс, что с этой точки… Мы вчера оттолкнули себя, по-моему, уровень 1324 по инксу МВБ. То есть шанс, что мы, так сказать, и дальше пойдем наверх? Ну, это… Дно ли это? Я не знаю. Но я купил. Но я купил. Совершенно верно. Со стопом. Какой у Вас стоп? Минимум вот от того апрельского, от той апрельской паники. Угу. Ну, когда людей высаживали на морженколы, косвенно я сам даже это видел. Понятно. Ну, и какой был у Вас взгляд на рынок до конца года? Начал с того, что я оптимист, у меня взгляд, что будем выше. Поясню. Вот именно в понимании российского рынка есть некий позитив, связанный с тем, что происходит на других рынках, стран, развивающихся рынков. Возьмем Бразилию. Неделю назад там повысили ставку рефинансирования. Бовеспа, лидер снижения уже там… Ну, с начала года, кстати, Бовеспа хуже, чем мы. Вот. Турция минус 10 вчера, плюс 3 сегодня, но история будет среднесрочной по Турции. Соответственно, есть маленькая надежда, что деньги иностранных фондов, которые будут выводиться из Бразилии в Турцию, хоть каким-то пролетающим образом сядут на российском фондовом рынке. Поясню почему, так акцентируясь на иностранных деньгах. Наших средств, к сожалению, не хватает. Момент, момент, извините, я что-то перебью. А вы что, под маленькие надежды инвестируете? В смысле? Ну, вы говорите, есть маленькая надежда. А что иностранные деньги зацепятся за наш рынок? Под это можно уже инвестировать под маленькие надежды? А можно инвестировать в дешевые компании по хорошим ценникам. А дальше уже… Я могу вам рассказать про прекрасный бизнес ВТБ, про растущие показатели ММК. Но это было и три месяца назад, и четыре месяца. И в январе они были дешевыми, но стали еще дешевле. Нет, вы про надежды пугаетесь немножко. Дальше будет отсыл к интервью нашего друга про Олимпиаду. Что Олимпиада подарит надежды? Нет, не буду отсылаться к этому интервью Алексея Соколова. Вот. Отчасти согласен с тем, что под Олимпиаду, возможно, будет некий позитивный фон новостной. Потому что сейчас открываешь Bloomberg, находишь статью про Россию. Семь статей, например, за день. Из них пять посвящены, как бы так помягче перевести это на русский язык, несправедливому режиму действующей власти. Вот. Сегодня, кстати, тоже на бомбинге прекрасная статья о том, что российские госкомпании не выполнили поручения верховного главнокомандующего и не заплатили 25% от чистой прибыли дивидендами. Вот. И каждый раз там отмечается, что в России все плохо и все дешево. Вот. В моменты, когда вот эта тональность будет все дешево и может все лучше, тогда западные инвесторы могут сюда возвращаться. Пока же денег здесь больших западных не видно. Я имею в виду ту часть публичной статистики, которую можно видеть. Немножко к Вас сбил. Значит, Вы до конца года купили эти акции ВТБ? Ну, я 31 декабря не ухожу, я могу держать и дольше. То есть, Вы думаете, что до конца года будет выше? Да. Тогда я приеду в Ваш офис и мы откроем шампусик, да? Если будет на те уровни, которые, я надеюсь, я достану… Какие уровни? Да, что достанете, расскажите. Я достану что-то и покрепче, чем шампанское. Хотя лунное тоже есть. Я паленое не пью и теплое, имеете в виду, с сивушными маслами. Андрей, за кого Вы принимаете кремиум офис? Когда будет подтверждение, так сказать, Вашим лангам, и Вы усилите позицию, и наконец купите еще на 30%? А когда мы перейдем через максимум по вот этим бумагам, которые были в начале мая. То есть, сейчас все эти бумаги, они в коридоре находятся. То есть, кто-то в нижней части, кто-то в верхней. Пока главный претендент на добавление – это ВТБ. Три дня, точнее уже четыре дня лучше рынка. Давайте поговорим про доллар, который немножечко отъехал вниз там один день всего, да? Как Вы относитесь к покупке доллара? В свете того, что скоро уезжаю за рубеж, позитивно я буду покупать доллар. А в Америку уезжаете? Нет, тоже в долларовую страну. Но в свете того, что как способ инвестирования относительно непозитивно, поясню, да, доллар может стоить 32,5 к ноябрю. И с точки зрения фондового рынка России это будет не так плохо. Это хорошо для экспортеров, но плохо для внутренних компаний. Сбербанк, кстати, ВТБ может от этого несколько хуже, чем Газпром. Вот. Но частное лицо покупает доллар, если только это не на бирже, да, если это непрямая котировка, то всегда есть плата за спред. При покупке, при продаже. Вот. Это там в лучшем случае процент. Хорошо, там 0,8% за две операции. Соответственно, ожидать, что доллар будет долго сильнее, чем рубль. То есть, например, будет 35, но я не жду ни в этом году, ни в следующем. Вот. Центральный банк будет вмешиваться при подходе 32,5-33. При этом рубль летом будет ослабевать. У нас через две недели, скорее всего, ждет снижение ставки рефилансирования. Это будет, безусловно, ослабление рубля. И многие банки под это уже и покупают валюту. То, что мы видим, это делают банки российские, чтобы заработать там 3-4%. Сергей, я вам полностью доверяю. Забыл спросить, а какие у вас доходности по прошлым периодам? По годам или в целом? Ну, по годам. Так. Девятый, десятый, сейчас не вспомню, но там плюс. В 2012 году я в… Так, так, так… А как, реализованный или не реализованный? Ну, бухгалтерская прибыль или портфельная? Ну, вы скажите такую-другую. Нам нужна максимум информации до анализа. В 2012 году у меня был убыток 3%. А как вы считаете, кто такой успешный трейдер? Это какую надо давать прибыль? Приигрывать ставки по депозитам, например? Трейдер или управляющий? Министр. Управляющий, да. Управляющий, не секрет, должен перегрыть бенчмарк. Понятно. А там уже чем он управляет? Облигациями, акциями, деривативами. То есть, такой у него бенчмарк уберется. А в этом году, вы думаете, значит, все пойдет наверх? Да. Ну, а если не пойдет, вас снимут, да, из начальников допыта? Если не пойдет, у меня сработает стоп-лосс. Да. А тут скажут, вот человек, Сергей, затягивал клиентов в Ланге. Да, я сейчас не буду эпитеты подбирать, да, там синоники, что еще делал, вот, прогнозировал высокое светлое будущее. Сергей, вот скажите, вот честно, вы смотрите какую-нибудь аналитику, вот, например, Финам ТВ, да? Я смотрю, я читаю в основном, я редко смотрю, я предпочитаю. А вот что вы читаете, расскажите. Статистику, Bloomberg, обзоры некоторые. Вот последнее, что прочитал, обзоры Банка России. Кстати, тоже пишет про финансовые рынки. Наверное, многие из наших слушателей об этом и не знают. И это помогает, да, вам? Я в основном анализирую фундаментальные вещи. То есть денежные потоки, состояние рынков всех, не только акций. Вот, поэтому для того, чтобы понимать, что происходит там с госдолгом США или Японии, да, нужно читать много. Или хотя бы просто некие закономерности у себя в голове держать. Помогать. А как вы относитесь к тех анализам? Знаете, а как вы к помидорам относитесь? Ну, если кушать, то ничего, а так не люблю. По тех анализу для каких целей? Как и единственному верному священному Граалю, который позволяет искать стопроцентные точки входа и выхода? Это вы сказали, я начал. Некое время, когда я общался с человеком, прекрасно разбираешься в тех анализе, который заставил меня дойти до того, а что внутри формулы RSI, а что внутри MACD, а что внутри там, ну, всех основных там наших вещей. И там действительно все здорово, все отлично. Но у меня сложилось впечатление, что иногда здесь идет подгон результатов задачи к условиям, а не наоборот. Понятно. Ну вот скажите, вот самые интересные ваши сделки, вы помните? Самая запоминающаяся? Самая запоминающаяся сделка? Почему-то хорошо помню ту сделку еще в 2008 году, когда удалось купить по лаям, а продать по хаям дня. Но это скорее была замечательная случайность. А какие у вас планы на будущее? То есть вы не хотите полностью как бы сосредоточиться на одной тематике, например, на инвестирование? В смысле? Ну, как бы вы сейчас как бы раздваиваетесь, да, я смотрю? Анализирую рынок и руковожу офис. Да, да, да. Это не мешает вам? А это дополняет. У меня есть клиенты. Я ежедневно два раза в неделю здесь проводим клуб инвесторов, на котором я рассказываю, как... А ты, кстати, видел, я на Яндексе даже как бы фотографии есть с клуба инвесторов. Да, мы несколько... Вы даже приглашали специалиста по денежному рынку, я помню. Да, у нас был Алексей Кускин, казначей Милбанка. У нас еще здесь бывают управляющие из Финама, управляющие портфелями. Вот. Единожды удалось затащить к нам господина Герчука на такое мероприятие. А почему вы не могли Герчука затащить? Вы же Финам. Как можно затащить? Вы его график видели? Нет, раньше не было свободнее. Так мы же его приглашали как раз, когда он стал Финамом. У него там было все так расписано. Ну, удалось это сделать. Но больше мы встречаемся... А что, далеко с Настасинского сюда приехать? Это что, долго что ли? Смотрите, клуб у нас по пятницам. Ага. Вечером. Нет, момент. Значит, Герчик не хочет к вам ехать? Нет, Герчик хочет к нам ездить. Он приезжает. Один раз приехал? На клуб. А так время от времени он заезжает с командой. Зачем? Знакомиться. Рассказывать. Детейми делиться. Угу. Вот. Иногда мы к нему ездим. Угу. Ну что, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...